С воскресным днём, дорогие братья и сестры! Сегодня, во второй неделе Ликого Поста, святая в церкви, поминает святителя Григория Пулау, архиепископа Фессланикийского, который изложил учение о божественном фаворском нетварном свете. А почему именно вдруг сейчас церковь вспоминает фаворский свет? Никто не задавался этим вопросом? А ведь именно сейчас, по существу, произошло преображение Господне. Мы празднуем праздник преображения в августе. Но ведь преображение было когда? Согласно церковному преданию, за сорок дней до креста и страданий Господа нашего Иисуса Христа. И попадает как раз на вторую неделю Великого Поста. Кстати, а почему в августе преображения стали праздником? Ну, просто порешили перво-наперво. То, что сей великий двунадесятый праздник, он не совсем совместим с Великим Постом. И поэтому его вынесли за пределы Великого Поста. Но когда преображение празднуется? За сорок дней? Перед каким праздником? Воздвижением честнага, житворящего Креста Господня. То есть тогда, когда мы тоже вспоминаем крестное страдание Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот этот вот перенос празднования праздника преображения Господни на август месяц. Вот. Это тоже очень символично. И отнюдь не случайно. И мы с вами помним, что о чем на Фаборской горе беседовали Христос с Моисеем и с Ильей? О его грядущих крестных страданиях. То есть о том, каким настроением должен быть проникнут у нас весь Великий Пост. И не даром следующая неделя Великого Поста неделя Крестопоклонная. Когда мы особо вспоминаем крестные страдания Господа нашего Иисуса Христа и поклоняемся честному преждворящему Кресту. И именно вот эти грядущие страдания Господа нашего Иисуса Христа нас должны отрезвлять. должны нас стараться вырвать из нашей мирской суеты и чтобы мы смогли заглянуть внутрь себя и понять какими мы действительно егодимся. Святитель Григорий Плома проповедовал о нетварном божественном свете. Свет тот который видели апостолы на святой горе Афон который исходил от Христа это не твар не отдельный от Христа а это суть сама сущность Божества. И мы ведь весь пост вспоминаем этот самый свет Господень. Ведь на каждой литургии прежде священных даров которые служатся только во время великого поста священник всех осеняет свечой скотил со словами свет Христов просвещает всех. святитель Григорий Палама он был и учителем безмолвной молитвы. учителем именно Иисусовой молитвы которая творится в глубине нашего сердца. она короткая мы все ее помним Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного или даже короче Господи помилуй мя мы обращаемся Господу с чем мы не просим у него каких-то наших благ здоровья благополучия понимания любви мы просим у него одного единственного спасения чтобы Господь нас помил помиловал кого меня какого грешного когда мы так на себя смотрим то у нас нет полости глядеть по сторонам и подмечать недостатки грехи других дорогие апостол Иаков все в своем послании напишет что непрестанно молитесь то есть всегда молитесь чем бы вы ни занимались какие бы обстоятельства ни были и вот по нашему несовершенству по нашему по нашей греховности мы часто не можем сосредоточиться на каких-то длинных молитвах да мы их читаем мы их произносим мы бываем на богслужении в храме мы слышим что читается что поются в храме но очень часто у нас ум разбегается и не может сосредоточиться на тех молитвах которые мы сами читаем и колеса которые читаются поются в храме но вот на этой короткой молитве у нас всегда хватит внимания чтобы на дней сосредоточиться и вот будем стараться дорогие вот чаще творить про себя эту краткую молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божьем помилуй меня грешно когда мы себя ловим на том что у нас ум растекается во время молитвы мы тоже про себя Господи помилуй меня грешно или даже просто Господи помилуй меня с тем чтобы себя возвратить в молитву молитву так что дорогие вот об этом будем стараться все время помнить и будем сами стараться вот творить эту краткую молитву храни 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 Господи причастников причастниц